Друзья, всем привет! 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 Вы на канале Киви Шоу. Чудненько цветочки повырастали. Кто же мне яблоньку посадить? Здесь маловато места. Так, так, так. Можно было бы и здесь, но тут уже березка растет. Морковка поспела. Ладно, соберу ее, а потом уже позабочусь о яблоньке. Так, милая яблонька, полежи пока здесь. А я пошла за морковочкой. Как это произошло? Я же ровно минуту назад видела, как они все подросли, и нужно было их собирать. Кто же это мог сделать? Вон два росточка осталось, надо их срочно пересадить на другое место. Мои хорошенькие, не бойтесь, сейчас я вас пересажу куда-нибудь к березке. А где же яблонька? Что-то мне это совсем не нравится. Яблоня? Как яблоня могла очутиться в вольере с животными? Не понимаю, что за фокусы такие? Посмотрим, что ты скажешь, когда я все цветочки повырываю. Эй! Опять ты тут проказничаешь? Да я сейчас позову дух этой земли. А я уже понял, что твой дух земли не настоящий. Так что можешь звать кого хочешь. А я все равно здесь останусь. Хе-хе-хе-хе. Ну и оставайся, а я мешать тебе буду. А вот и не будешь. А вот и буду. Нет, не будешь. Это мы еще посмотрим. Сначала я пересажу яблоню. Понял? А вот и ничего я не понял. Пересаживай, пересаживай. А я пока цветочки повырываю. Вот так вот. Так, вот тут вот и яблонька будет. Ах, цветочки! Ну ничего. Еще одна маленькая работа для Apple Jack. Чудненько. Вот когда все животные на воле и съедят весь твой огород и цветы. Вот это я понимаю чудненько. Хе-хе-хе-хе. Ну что, как пересаживается? Хм, нормально. А то, что корова с овечкой съели почти все твои цветы, тоже нормально. Ах, мои цветочки! Ну это уже слишком. Стой на месте, костлявый. Я сейчас вернусь. К твоему сведению, я никуда и не собираюсь уходить. Что это такое? Это называется лосо, костлявый. А теперь я привяжу тебя к дереву, и ты никуда не денешься. Не денусь. Откуда я не денусь, так это с этой фермы. Хе-хе-хе-хе. А еще идеи есть. С моего лосо еще никто так быстро не выбирался. Надо подумать. Ну и катись колбаской отсюда. Ох уж этот скелет наглый, что же мне еще придумать такого? О, Пинки Пай, съем-ка я у нее пирожок, хоть настроение поднимется. Пинки, приветик. Привет, Эпплджек, заходи на чаек. Да, Пинки Пай, пирожки у тебя отменные, как всегда, но настроение не поднялось. Как не поднялось? А что случилось? Да снова этот скелет вернулся ко мне на ферму и козни мне строит, а я не знаю, как от него избавиться. Что же ты сразу не сказала? Пойдем к Зикоре, уверена, у нее есть какое-нибудь средство. Пойдем. Зикора, 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 Пинки, может хватит? Да мы же уже почти дошли, я о песне. А, ну ладно. Зикора, Пинки, да вон же она. Кто-то мое имя напевать, пока я травы собирать. Это мы. Приветик, Зикора. Привет. У нас тут небольшая проблемка. На ферме Эпплджек завелся скелет, который целый день не дает ничего сделать. Может быть, поможешь нам от него избавиться? Пожалуйста. Могу попробовать помочь прогнать этого скелета прочь. Я буду тебе очень признательна. Пойдемте за мной. Вот, Зикора, это он. Что ты натворил, пока меня не было? Мне надоело уже повторять. Что хочу, то и творю. Это же моя земля. И вообще, зачем вы покрасили свою подругу лошадь в полоски? Думаете, это меня напугает? А вот и нет. Вообще-то я зебра. Вот так ему. А теперь колдуй. Смотри мне в глаза. Сейчас ты уйдешь. Навсегда пропадешь. А-а-а. Чувствую, как я исчезаю. Вы посмотрите. Кажется, работает. Хе-хе-хе-хе. Купились. С тяжками они решили меня выгнать. И вообще, на меня магия не действует. Извините. Все, что могла, я показала. А теперь я поскакала. Пока, Зикора. Ну все. Я не знаю, что еще пробовать. Ну что, сдаетесь? Нет, не сдаюсь. Ну и что делать, не знаю. О, а у меня, кажется, есть еще одна идея. Я мигом. Ну ладно, ты раскидываешь все вокруг. Это я еще понимаю. Но зачем тыкву цеплять на овечку? А ты что, поговорку не знаешь? Одна голова хорошо, а две лучше. О, а я смотрю, вам тут не скучно. Кстати, держи, скелет. Это тебе. Это что, отравленный пирог? Но я его все равно съем. На меня ни один яд не действует. Нет, что ты. Свежеиспеченный вкуснейший пирог. Приятного аппетита. Да, действительно вкусный. А еще есть? Ну как есть, надо готовить. А я, как видишь, должна сначала помочь Эпплджек навести здесь порядок. Вот если бы меня кто-то подменил, я бы запросто напекла. Ммм, ладно. Я могу немного помочь. А ты пока напеки пирогов. Только по-быстрому. Ну хорошо, хорошо. Одно копытце тут, а другое уже там. Так, начнем с овечки. Заходи назад. Бе-е-е. Так, отлично. О, спасибо, скелет. Что? Что ты сказала? Благодарю тебя за помощь. Спасибо. Ммм, приятно. Мне такого еще никто не говорил. А ну-ка скажи еще раз. Так просто спасибо не говорят. Надо что-то хорошее сделать. Эх, ну ладно, сейчас на твоих грядках порядок наведу. Но за это с тебя двойное спасибо. Вот и отлично. А я пока яблони займусь. Ну что, я молодец? Конечно молодец. Вон какой порядок мы с тобой навели. Ребята, а вот и я. Вот и пирожки мне принесли. А если ты с нами поделишься, мы тебе очень благодарны будем. Ну раз очень, тогда давайте кушать вместе. Скелет, а ты не такой плохой оказался. Да я всегда такой был. Меня просто никто не благодарил до этого. И в очередной раз супер пирожки от Пинки Пай спасли вселенную. Уху! Ребята, надеюсь вы не забываете говорить спасибо и пожалуйста. А как вы думаете, скелет действительно смог исправиться и стал хорошим? Или он просто притворяется, чтобы съесть как можно больше пирожков? Пишите свое мнение в комментариях. Мне очень интересно об этом узнать. А пока ждете новую серию, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока. И помните, киви-шоу это хорошо. Хе-хе-хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok